СОЮЗНИКИ ШАРАХАЮТСЯ ОТ ПУТИНА Глава дипломатии диктатора Лукашенко отправился на концерт Кобзона. Вы смотрите Белсад, вы смотрите жесточайший вечерний шпиль. Приветствую. Как реагирует Путин на позорное бегство его армии из Херсона и отсутствие каких-либо побед? Хозяин Кремля показал всем, что у него есть яйца. Он дал приказ нажать на кнопку. Пожалуйста, прошу вас. Кнопку запуска центра по воспроизводству индейки в Тюменской области. Новый комплекс будет выпускать крайне нужную, востребованную продукцию. Инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятие для последующего выращивания птиц. А каковы прорывы на международной арене? Саммит АДКБ в Ереване был резко и без итогового заявления прерван Николом Пашиньяном. Как ответил великий геополитик Путин, он решительно бросил ручку на стол и развел руками. Даже верный вассал Москвы Лукашенко почувствовал, что все идет немножко не по плану. Если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место. Если так дело пойдет, союзников у Москвы может вообще не остаться. Алло, слушаю вас. Да, это Министерство иностранных дел Талибана. Это вы, Сергей Викторович. Как поживаете? Хотя, что я спрашиваю? Следим за новостями. Потираем руки. То есть, держим кулаки. Кто звонит? Из Москвы, лавров. Быстро трубку положи, не говори с этими террористами. На днях Европарламент в своих резолюциях пожурил Талибан, а вот Россию назвал страной-спонсором терроризма. Вы не ошиблись, ответил Кремль и нанес очередной удар по украинским городам, оставляя без света, тепла и воды миллионы гражданских. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим, в конце концов. Теперь понятно, почему главный террорист на земле ходит не в сортир, а в чемоданчик. Ждем. Приезжайте. Мы ждем. У нас с 19-го числа 23-х человек, у меня 7 человек, осталось. Ждем. Люди нужны. Этот российский командир по кличке Людоед, который на гражданке работал директором кладбища, судя по сообщениям украинских СМИ, вернулся на старое место работы. Навечно. Но эстафету по записи мотивирующих роликов подхватили другие. А так жив, не ранен, ничего. Один из 15-ти остался, короче. Так что все будет окей. Вот это один из бойцов ЧВК «Вагнер». Как утверждает издание «Важная история», Константин попал на фронт из зоны, где мотал срок за убийство двух женщин. Его коллеге, бывшему полицейскому Сергею Кадацкому, осужденному на 15 лет колонии за убийство жены и покушение на тестя, не так повезло. Зато и этого героя посмертно наградили медалью за отвагу. Россия стала первой страной в мире, где убийцам предлагают убить еще людей, чтобы выйти из мест лишения свободы. Мотивирующее интервью дал губернатор Коми. Валентин Уйба рассказал о том, как во время визита в так называемую ДНР он шесть раз уворачивался от хаймарсов. Предлагаю называть Уйбу не губернатор Коми, а губернатор Комик. Рассказы о чудесах посыпались от сторонников Путина, ну как из рога изобилия. Раненый парень стоит действительно без ног, без ноги, ну на коляске, и он встал. В Якутии, похоже, решили, что ехать воевать в Украину должны самые отмороженные. Был обстрел, обстрел велся нами, нашими же людьми по нам велся обстрел. А вот мобилизованные в подмосковном Серпухове оказались не такими закаленными. Когда начался обстрел, так называемые комбаты, которые нас приняли, самые первые убежали они. Ничего, скоро всех жалобщиков арестуют. А потом тех, кто их арестовал, отправят на фронт или тоже арестуют за оголение фронта. Если вдруг нас кто-то нападет, слушайте, вы даже представить не можете, как мы можем ответить. Кому надо это сказать? Здесь мы не будем уже обсуждать проблему грязной, чистой ядерной бомбы. Грязная бомба, грязная бомба. Кажется, кому-то пора поменять памперс. Реальные возможности белорусского диктатора оценил Генштаб ВСУ. Готовность сбройных сил Республики Беларусь ввести самостийные наступальные дни оцениваются, как низко. Морально-психологическое состояние низкое из-за отказа большинства личного состава принимать участие в войне с Украиной, заявил на днях украинский генерал Алексей Громов. Похоже, в Минобороны Беларуси решили опровергнуть эти заявления и выставили фото, которые демонстрируют решимость солдат. Достаточно вглядеться в их лица. Представитель Генштаба ВСУ Громов, правда, добавил, что до 15 тысяч человек из числа личного состава силовых структур Беларуси готовы принять участие в российской спецоперации. Тему продолжит Мартин Кран. А это ты? Ты мне ничего не хочешь рассказать? А что рассказывать? Сегодня целый день записывали покаянное видео с пенсионеркой. Она в 2020 году продала ромашки с махарам. Ну эти, которые протестовать выходили с цветами. Прикинь, не могла вспомнить, за что она благодарна Лукашенко. Да я не про это. Ладно, дам намек. Заказала себе шубу из Турции и 14-дневную путевку, чтобы поехать ее забрать. Ты что, опять на сайте знаком с богатым турком познакомилась? Стой! Да не скромничай ты. Ты же меня скоро сам озолотишь. Ага. А золочу, если только дождем. Ладно, не хочешь говорить, не говори. Я пойду собирать сумку. Так все-таки уходишь от меня? Да не ухожу я. Это же ты собираешься на заработки в Украину. Чего? Ну вот же, статья Генштаба ВСУ. Около 10 тысяч силовиков Лукашенко готовы принять участие в войне на стороне России. Из-за высоких зарплат. Так я не... Я уверен, что ты же не лох смотреть, как твои коллеги поехали зарабатывать, а ты остался эти покаянные видео со школьниками и пенсионерами записывать. Да я же никогда пиздец не получал. Вот и научишься. На тебе сумку-пакет и смотри мне, без грабовых не возвращайся. Я квартиру присмотрела. И турка одного. Новый год отменяется. В столице Беларуси задержали организатора новогодних утренников. Местному гестапо не понравился сценарий. В частности, слова «Старый Дед Мороз устал и уходит на пенсию. Поэтому пришло время выбрать нового». Российский Воронеж бомбит. Бомбит от новости, что власти потратили 65 миллионов на елку. Один из депутатов завис и не смог ответить на простые вопросы. А вот что вы обсуждаете, если уже контракт заключен? Мне кажется, что это как-то поздновато обсуждать уже. Да, ну, обсуждается-то, но... Понятно. Что вы спрашиваете депутатов? Идите на улицу, спросите людей. Думаю, услышите классическое. А про елочку-то скажите нам. Елочка нравится? А я 10 тысяч пенсию получаю. Два высшего образования. Получил пенсию 10 тысяч. Пенсию, что я хочу. На что я живу? Хуй, высоте доедаю. Елочка мне нравится. Елочка, блядь, мне нравится. А вот в одной из станиц Кубани установили... Нет, нет, не елку. Это, как утверждают авторы и заказчики, капля. Но всем другим она почему-то напомнила игрушку из магазина для взрослых. Фигура стоила 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Не знаю, у нас в Гейропе таких больших не делают. И цены поскромнее. Мне кажется, что к власти в станице Северская прорвались опасные либералы. И они хотят внушить согражданам опасную мысль. Ведь если в центре вот это, значит вокруг полная ж... В СМИ новость наделала фурор. Каплю быстро демонтировали и увезли. Кому ее вставят, не сообщайте. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Российского министра обороны часто упрекают, что он не служил в армии. А Сергей Хуженетыч показал на днях мастер-класс по маскировке. Вот найдите на этом видео Шойгу. А он тут есть. Похоже, после решения ГАКского трибунала в деле сбитого Боинга МХ-17, резолюции Европарламента и парламентской особлии НАТО о признании России спонсором терроризма, заслуженный оленевод старается поменьше отсвечивать. Новость с фронтов импортозамещения в Москве. Вместо какого-то там французского Рено будут снова собирать москвичи. Правда, злые языки говорят, это никакой не москвич. Это китайский Джак Джей Эс-4. Россияне, если вы эту шайку не остановите, лет через 10 большинство москвичей будет китайского производства. Ну и саму столицу России можно будет назвать Китай-городом. Стиральная машина – это какой-то фетиш для путинских мародеров. Устоять перед ним не могут даже офицеры генштаба. Полковник Мертвищев был пойман на взятке заветным бытовым прибором. А вот рядовые мобилизованные хватают не только стиралки и енотов-полоскунов, но даже котов. Причем не доезжая до Украины. Хотя давайте не спешить с выводами, давайте дождемся комментария командования. Возможно, это были учения. И мобилизованный в родном Омске просто учился основам декотификации Украины. А вот академик из Бурятии упрекнул украинцев, что они не могут жить без туалетной бумаги. Уж не эту ли он имел в виду? Вот путинские академики, чиновники, шоумены готовы превратить в субстанцию, которую вытирают этой бумагой, все. На ТНТ сняли ремейк «Иронии судьбы». Ревнивца сыграл Киркоров. Ну истинный хранитель духовных скреп. Странно, правда, что на коленях нового Ипполита оказалась Наденька, а не Лукашин. Народ Украины демонстрирует стойкость духа и чувство юмора. Без подразделения элитного спецразделения кадыровцев. Они же знают, что мусульмане сало не едят. Они берут все мины, все пули, натирают сало. В СУУ демонстрируют новое биологическое оружие. А СБУ демонстрирует обряд экзорцизма. А нет, простите, ВСУ провело ряд обысков у попов. Бога не обнаружили. А вот про кремлевскую литературу, инструкции из Москвы и мальчика в трусиках – да. Увидишь такое и лучше давайте посмотрим на звезды. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Танкович. Я не астролог, но иногда не нужно уметь читать по звездам, чтобы понять очевидные вещи. Марс выходит из четвертого дома Меркурия. Это означает, что люди начинают прозревать. В Армении прошла акция протеста «Россия вон из Армении». В Ереване люди протестуют из-за приезда в страну Путина и Лукашенко на саммит ОДКБ. Лукашенко! Россия в полной, Армении! Россия в полной, Армении! Осталось немного времени, и мы увидим акцию «Россия вон из России». Но в самой России пока неблагоприятная астрологическая обстановка. Российская пропаганда проникла уже везде. Пострадали даже классические русские матрешки. Это Валя и Зоя. Как их назвали создатели? Говорят, что если открыть такую матрешку, внутри будет пробник российского солдата. Неблагоприятный астрологический прогноз на этой неделе для чиновников ВРФ. Бицеспикер ЗАГС Собрания Новосибирской области Андрей Панферов на жалобы мобилизованных на плохие условия ответил следующее. Цитата. «Думаю, виной всему западный образ жизни, который сделал все, чтобы наш народ из крепкого, стойкого и неприхотливого превратился в инфантильную массу. Я считаю, что в том, что многие мужчины обабились, виноваты сами женщины. Они воспринимают своего мужа как второго, третьего сына. В итоге мы получаем под юбочника человека, который прячется за женскую юбку». Конец цитаты. Железная логика. «Нормальные условия для мобилизованных – это навязанный западом стереотип. Тот, кому это не нравится – баба. А виноваты во всем – женщины». А в это время томские мобилизованные, которые находятся в лагере в Омске, просят жителей скинуться им на буржуйки из-за того, что выданных печений достаточно, а уже очень холодно. Вместе с тем стало известного предложение Вячеслава Володина повысить зарплаты вице-спикерам и председателям комитета в Госдуму. По словам источника, Володин аргументировал это тем, что хочет, чтобы у чиновников было больше мотивации работать. В этих новостях вся Россия. Кто-то мерзнет без буржуйки, а кому-то надо еще накинуть пару сотен тысяч рублей, потому что лень работать. И по традиции звезды благоприятны для тех, кто на стороне добра. Даже если вы не человек. Пес-патрон, главный помощник в разминировании украинских территорий, стал первым псом в мире, который получил титул «Пса доброй воли» от ЮНИСЕФ Украины. Забавная штука – жизнь. Порой собака оказывается умнее и добрее, чем некоторые люди. На сегодня это все. До встречи. Слава Украине! Живе, Беларусь! Алга, Казахстан! Россия, очнись! И это был вечерний шпиль на Белсате. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова